Всем привет! С вами Виктория Ню и в этом видео у нас продукция от компании Бьюти Люкс. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. В данном видео речь пойдет о термогейлаках. Посмотрим с вами, хорошо ли термогейлаки от компании Бьюти Люкс реагируют на изменение температуры. Ну и заодно посмотрим, можно ли использовать данные гейлаки в стемпинге, да и вообще посмотрим, как эти гейлаки будут смотреться в дизайнах. Мне на обзор прислали две коробочки. В этом видео мы рассмотрим содержимое одной. В качестве комплимента продавец в посылку положил еще два набора наклеек. Очень приятно. Итак, в первой коробочке у нас термогейлаки под номерами от 0,1 до 0,6. Как вы сами сейчас можете видеть, гейлаки просто отлично упакованы. При транспортировке ни один из флакончиков не пострадал. На крышке каждого флакона есть наклейка с указанием серии и номера гейлака. В каждом стеклянном флаконе по 10 мл продукта. Также у каждого флакона есть смотровое окошко, через которое виден действительный цвет гейлака. Также на каждом флаконе указан состав, меры предосторожности и срок годности после вскрытия. Итак, цвет под номером 0,1. Это радикальный красный. По консистенции гейлак плотный, укрывистый. И вы только посмотрите, в один тонкий слой гейлак полностью перекрыл прозрачный типс. При этом пигмент распределился равномерно. Термогейлаки в большинстве случаев меняют свой цвет в температурном диапазоне от минус 15 до плюс 30 градусов по Цельсию. Вот посмотрите, слегка нагрел типс пальчиком и радикальный красный стал розовым. При этом розовый цвет будет там, где ногтевая пластина на ногтевом ложе. А вот ближе к свободному краю цвет будет плавно переходить в красный. При этом стоит отметить, что длина свободного края должна быть желательно не меньше 5 миллиметров. Тогда вот этот вот эффект градиента будет более ярко выраженным. Следующий термогейлак под номером 0,2 тоже не менее интересный. Это такой фиолетовый оттенок, который плавно переходит в бежевый. Все гейлаки я наносила на типсы в один тонкий слой. Гейлаки очень хорошо пигментированы, поэтому по рекомендации производителя полимеризовать их нужно в течение 1 минуты. После полимеризации на поверхности образуется незначительно дисперсионный слой. А сама консистенция у гейлаков настолько комфортна в нанесении, что с данным материалом очень приятно работать. Гейлак под номером 0,2 в районе ногтевого ложа будет бежевым, а ближе к свободному краю будет плавно переходить в фиолетовый. Следующий гейлак под номером 0,3 это оттенок фуксии, который плавно переходит в светло-розовый. Что мне еще понравилось в данной коллекции, так это то, что переходящие цвета очень гармонично смотрятся друг с другом. На ноготках это выглядит очень красиво. В холодное время года термогейлаки это своего рода изюминка на ноготках. В оттапливаемом помещении у вас будет один цвет покрытия, а на улице другой. Ну а вот лично мне интересно наблюдать за изменением цвета даже при мытье рук. Итак, цвет под номером 0,3 будет светло-розовым в районе ногтевого ложа. И ближе к свободному краю будет проявляться цвет фуксии. Очередной гейлак под номером 0,4 это серый оттенок, который плавно переходит в светло-сиреневый. Очень интересное сочетание. Тестируя термогейлаки от компании Beauty Luxe, мне захотелось нарастить ноготки. Так как на длинных ноготках этот плавный переход с одного цвета в другой хорошо виден даже при комнатной температуре. Так как температура тела выше. Чуть позже покажу вам, как смотрится этот термоэффект на моих коротышках. Забегая наперед, могу сказать, что мне эффект понравился. С учетом того, что на момент съемки видео свободный край у меня был примерно где-то 5 мм. Следующий гейлак под номером 0,5 это такой насыщенный холодный серый, который плавно переходит в светло-сероватый оттенок. Примерно год назад я тестировала термогейлаки другой торговой марки. Тогда мне вот этот самый термоэффект очень понравился, но гейлаки, те гейлаки были настолько не пигментированы, что их нужно было наносить в 2, а то и в 3 слоя для того, чтобы вот этот самый термопигмент на поверхности, скажем так, равномерно распределился. А тут, как вы сами можете видеть, одного тонкого слоя вполне достаточно для того, чтобы перекрыть типс. На ноготке я наносила один средний слой, и там тоже вот один средний слой полностью перекрыл ногтевую пластину. Ну и последний гейлак в коллекции под номером 0,6 это такой темно-синий, который плавно переходит в голубой оттенок. Данный гейлак немного отличается по пигментации от своих собратьев. Для того, чтобы перекрыть типс, понадобится 2 тонких слоя, либо один средний. Несмотря на это, пигмент даже в один тонкий слой ложится равномерно. Согласитесь, как удобно. Вроде покрыли поверхность одним цветом гейлака, а в итоге получаем еще и такой вот плавный градиент. Итак, гейлак под номером 0,6 в районе ногтевого ложа будет голубым, и ближе к свободному краю будет темно-синим. Тестируя данную коллекцию термогейлаков от Beauty Lux, мне нравилась пигментация, мне нравилась консистенция, и поэтому я решила попробовать их в стемпинге. Причем, заметьте, рисунок с пластиной я переношу на свой любимый штамп с прозрачной подушечкой. После двухсекундной полимеризации рисунка на штампе я переношу его на типс. Белый типс я взяла исключительно для наглядности. Если подобрать оттенок вот именно такой вот темно-сиреневый, то вот этот силуэт девушки, он будет то появляться, то исчезать, в зависимости от окружающей температуры. Также я решила попробовать данные термогейлаки с растекашкой от Beauty Lux. И вы знаете, эффект мне тоже понравился. Тут, безусловно, основная фишка в изменении цвета. Вы сделали дизайн в одной цветовой гамме, поместили руку в лампу для полимеризации и достали практически тот же дизайн, только в другом цвете. И что самое примечательное, такой термоэффект будет радовать вас до коррекции. Ну или, во всяком случае, не так быстро надоест. Как я уже говорила, данные термогейлаки очень чутко реагируют на изменение температуры. Не все термогейлаки на коротких ноготках меняют свой цвет на свободном крае. И на коротких ноготках при комнатной температуре покрытие может быть однотонным. А вот в термогейлаках от компании Beauty Lux довольно чувствительные термопигменты. Ну, либо этих пигментов там очень много. Вот посмотрите сами, как смотрятся цвета 0.1 и 0.3 на моих ноготках при комнатной температуре. Причем, как я уже сказала, на момент съемки длина свободного края составляла 5 мм. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok